Здравствуйте. Здравствуйте, извините. Вы Конныш, да? А кто отвечает за пропуск? Пресса, там пресса стоит, не пускает. Кто именно? Кто? Меня Бибигуль зовут. Нет, одинокая мать. Неполная семья. Да, у меня есть вопрос. У меня вопрос по недвижимости. Когда вы будете выдавать жилье? И насчет аренды. Я не стою в очереди, меня просто интересует этот вопрос. На сегодняшний день за последние 6 месяцев было выдано порядка 4 тысячи квартир. А вот уже сюда. Среди этих квартир Казахстан, Казахстан, верно, в связи с ним. Казахстан, верно? Под doctors assim с ним гору? Сца когда не получилось? Они рассказывали? От 104. Оноánh, ответ. Почему же у меня смешood? Потому что что будет。 Время, когда мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Если фаншировал, что приводишь агентство, то не просто. Нуркенов, Кенсен! Нуркенов, Кенсен! Нуркенов, Кенсен! Нуркенов, Кенсен! Ну ладно. То есть, срезки не хзнет, киргесе не ссабы, но банангесе не смог. Вы объясните, разум. Нет фаншировки не смог, не надо заходить, не надо заходить, не надо! Не надо заходить! Там вот здесь. Непые силы! Непые силы! Продолжение следует... 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 Что делать с теми людьми, которые не смогут самостоятельно благоустроить? Что делать с теми людьми, которые не смогут самостоятельно благоустроить квартиру? Можно будет выдавать какое-то единоразовое пособие на ремонт? Как вы к этому относитесь? Что делать с теми людьми, которые не смогут самостоятельно благоустроить квартиру? Можно я вам на WhatsApp? Все же знают, что я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Это жилье без права выкупа. Каждые пять лет они имеют полноценное право пролонграции. Это прописано в законе. То, что сейчас вы понимаете, люди до этого дня спокойно его пролонгируют. Все. А я еще хотела спросить. А если ты арендуешь жилье, то тогда ты автоматически выпадаешь с очереди на бесплатное жилье? Нет, это и есть бесплатное жилье. Называется аренда. Есть право выкупать. Либо аренда, либо ждать по очереди. Вы хотите получить жилье? Нет, ну допустим, вот есть там сироты, либо многодетные матери. Есть матери, которые вот они прекрасно ждали. Каждого консультировали по данному вопросу. Или вы прямой эфир снимаете? Прямой эфир. Есть еще вопросы. Кто-то пишет вопросы? Могут обращаться ко мне. 8 3 775 880 80 90 30. Мой номер телефона пишите. Все, замечательно. Ладно, я пойду дальше узнавать насчет дольщиков за ГАЛАУ-4. Здесь начинается индивидуальный прием. Здесь начинается индивидуальный прием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, нет у меня ничего. Здравствуйте, а какое неправомерное судебное решение? Получается, суд вынес решение, а Акимат отказывается, и тем самым нарушая права детей? Права детей, не только, а вообще получается и права детей, и моих детей, и меня собственно. Вот представитель на пользу. А как же конституция, где жилище, статья об жилище? Что случилось? Почему вы не исполняете решение суда? Не предоставим, что он в лист. Что вам не предоставим? В лист. Значит, у вас есть решение суда? Здесь вот, вот у вас есть договор. Еще раз, я вас не поняла, можно чуть-чуть громче? Я Биби Гультуякова блогер. Биби Гультуякова блогер. Ну я вот что там пояснение вам сказал. Я вас не слышу, можете говорить громче? Я так разговариваю. Вы невнятно, можно тогда ближе к вам подойдут? Еще раз, что вы говорите? Я говорю, здесь есть, судебный лист не был предоставлен. Договор на следующий день не заключен, хотя он уже готовый. А то есть договор готовый? Верно я вас говорю? Говорот готовый, но также с арендной платой они выставляют. С арендной платой, он потому что соответствует нормам, которые предусмотрены жилищем законодательстве. Типовой формы, да, у нас есть типовая форма, договора найма. Он также составлен в соответствии с типовым договором. Подождите, но в судебном решении же указано то, что... Там не указано, там нет такого фронта. Можно я прочитаю? Зачитайте, пожалуйста, в слух, чтобы внятно было. Да, 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 да. Обязательно все зачитаем. Сегодня по заголову 4 было здесь совещание. Что вы решили? Не знаете. Значит, вот суд решил. В удовлетворении искового заявления Акимата города Астаны в лице ГУ Управления жилья Бахтыгалиевой, ну-ка, ее детям здесь перечисляется, о выселении из Государственного жилищного фонда без предоставления другого жилища и взыскании задолженностей отказать. А, значит, мои, да, исковое заявление Бахтыгалиевой Акимата в лице управления об обязании заключения договора найма с жильем, относящим к социально уязвимым слоям населения, в соответствии с статьей 98 РК о жилищных отношениях, предоставлении квартиры в пользование удовлетворить. И они все правильно в пользе у них, дело в том, что я проживаю. Но, смотрите, то есть им, конечно, мы все и говорим. То есть им в задолженности, в той арендной плате, которую они мне выставляли, им отказали, да, отказали. Вы понимаете, да, прекрасно? Человек никак не хочет понять, что ему отказали, именно в задолженности, в требовании арендной платы, и они продолжают мне ее выставлять. Потом они попытались обжаловать его в апелляции. Вот в апелляции, апелляция есть, в которую, кстати, решение вступило еще 26 июня 2018 года в силу. Пишут они, доводы представителя ИСА, изложенные в жалобе, являются несостоятельными и удовлетворению не подлежат, как не нашедшие своего подтверждения. Ответчикам Бахтыгалиевой представлены все доказательства, которые в своей совокупности явились основанием для отказа в удовлетворении иска Акимата города Астаны в лице управления занятости, о выселении, взыскании за должности и соответствующее удовлетворение исковых требований моих к ним, чтобы они мне предоставили в соответствии с 98-й статьей жилье в пользование. То есть я стояла почти порядка 20 лет на жилье с 93-го года. В 2010-м году меня сняли с учета нуждающихся. После этого я доказывала неправомерность снятия еще в 2010-м году. После 2010-го года со мной мне предоставили, то есть у меня было уже решение суда, которое не исполнялось 11 месяцев, и наконец мне предоставили квартиру в январе 2012-го года, в которой я проживала. Со мной был оказывается заключен неправомерный, юридически несостоятельный договор. Я попросила с ними перезаключить, но они отказались. Вместо этого в 2015-м году они попытались менять моих детей и совершеннолетних детей. Это и мне удалось. В 2017-м году, когда уже истек сам срок договора, в 2017-м году, они подали повторно на меня в суд. Но здесь очень важная вещь в лучшем заключается. Когда они подали на меня в суд, я начала знакомиться с доверенностями, на основании которых действовало в управлении жилья, когда пыталась меня вытянут. И выяснилось, что они руководствовались доверенностями, которые, значит, Исикешев, бывший Аким города Астана, дал, уполномочил Ахметова, поселять граждан с аварийным и ветвого жилья. В свою очередь Ахметов нарушил 361-ю, 362-ю, 369-ю статью Уголовного кодекса. То есть 369-я статья, сразу могу вам объяснить, это является служебный подвод. То есть при исполнении своих служебных обязанностей он внес изменения и доверенность по выселению граждан. Если Исикешев ему дал право выселять из аварийного и ветвого жилья, он свою передоверенность, когда сделал, он убрал такой подводитель, как аварийная ветка, и меня с новостройки попался выселить. Какой кошмар! Да. Теперь я вам скажу, что немножко расшифрую, что такое 369-я статья. И, между прочим, от его действий пострадало много людей. Просто они не знают силу, я не могу говорить по каким причинам объективного, они не смогли там доказать или еще что-то. Но в 2018 году он, причем сначала судья и вынесла, она сказала, что у вас нет таких полномочий, что у вас есть полномочия только выселять из аварийного и ветвого жилья. Потом он делает другую доверенность. Продолжает выселять. Так вот я что хочу сказать. Вот ты согласен в 369-й статье. Что такое служебный подвод? Это внесение изменений в основные документы, заведомо ложной информации, искажающей их в действительности. Понимаете? Это очень серьезная статья. И вместо того, чтобы его уволить, чтобы он понес предусмотренную законом ответственность, его назначили вот это управление жилья, в тот момент, когда со мной судилась, подала на меня суд, его и расформировали, чтобы не нести ответственность. Перед вами и такими же жителями новостроек, которые... Да, которые, ну, то есть там разные есть. Там причинут. Вы знаете, я все время думала, в чем же интерес Ахметова, вот управление жилья, в лице Ахметова, скажем так, потому что он был руководителем, в чем их интерес было выселять граждан. Оказывается, они руководствовались постановлением от 21 октября 2002 года, постановлением Акимата, согласно которому все квартиры по решению судов переходили к ним в оперативное управление. Вот в чем. Поэтому я об этом неоднократно писала. В Генеральную прокуратуру, писала в Агенцию по противодействию коррупции, писала в Администрацию президента, премьер-министр, всем. И говорила, на каком основании происходят вот такие вот действия. После этого у меня здесь есть документы, я вам покажу, где я писала заявление о этих нарушениях. Вот исполнительный лист имеется, да, но он не делается. Вот я написала, видите, 20 февраля, но это я отправила через ЕГОВ заявление. И я написала вот так. Оно мне называлось. Об уголовном правонарушении, усматривающих действий группы лист ГУ управления жилья города Астаны, об обеспечении исполнения закона РК по противодействию коррупции, привлечения группы лист, предусмотренной законом ответственности. И пишу, что Исикешему была дана доверенность, которой он его уполномочен на выселение граждан, правом выселять граждан из ветхого аварийного жилья. Вот. А вместе с тем, руководителем Ахметова, злоупотребляя, превышая должностные полномочия при осуществлении передоверия Нурмухамбетову Серику, Серикжану Рахман Гердеевичу, до свидания такое, Ахметов и... Да, да, да. Он сделал, смотрите, что. В редакции передоверия Ахметов уполномочил выселять граждан без указания на очень важный аргумент, что выселять граждан он уполномочен именно за аварийного и ветхого жилья. Понимаете? Это очень имеет большое значение. То есть, таким образом, он практически мог любого выселять, потому что, ну, кто у нас когда проверяет? Если у нас Ахметов приходит, представители Ахметов приходят в суд, никто в доверенности к ним разбирается. Таким образом, я до сих пор не могу донести до... То есть, они не хотят слышать. Вот, смотрите, я просила, что сделать, по сути, да? Прошу, значит, на основании изложенного, руководствуясь вот этими статьями, что сделать? Там назначить эксперта. И вот, что сделать? Обеспечить исполнение по противодействию коррупции. Второе. Назначить комплексно техническую экспертизу выше указанных субъектов. Предоставить в распоряжении эксперта оригиналы следующих документов. Доверенность Акима. Я же копией была в суде. А здесь я прошу, чтобы они сделали, истребовали оригиналы. Значит, от Исекешева к Ахметову, от Ахметова к Нурмухамбетову, чтобы это все было оригиналами. Потом журнал регистрации исходящей корреспонденции Акимата города Астаны, журнал регистрации входящей и исходящей управления жилья. То есть, таким образом мы бы определили, кто, когда, кому, какую доверенность. Конечно. Правильно? Потом поставить экспертам следующие вопросы. Соответствует ли текст доверенности, значит, управлению жилья от Исекешева в части выселения граждан с аварийного ветка жилья? Усматриваются ли нарушения в действиях должностного лица руководителя? Норма статьи указана. Являются ли доверенности Нурмухамбетова и Мухушеву с законами? Обеспечить исполнение. То есть, практически поставила суть поставленных вопросов для экспертов и для, какие нужно было проводить оперативные действия. Они ничего не сделали. Я написала это 8 февраля 2018 года. Отправила его через ЯГОВ. Более того, уже в ходе того, когда судья отказала им в рассмотрении искового заявления на том основании, чтобы нет этой полномочия, я написала уже 29 марта, я написала дополнение, в котором указала, что, значит, дополнение пишу, об уголовном опять же. Уже 22 февраля Есельским районным судом было вынесено о том, что признали их действие. То есть, отказали в рассмотрении. И это письмо я направила, продублировала и направила, смотрите, вот если считаем кому, агентству по государственной службе противодействия коррупции, Комитету национальной безопасности, Генеральной прокуратуре, Администрации президента, премьер-министру и в Комитет правовой статистики и специальным учетом Генеральной прокуратуры Верха. То есть, любые заявления, которые мы пишем, оно должно учитываться именно в Комитете правовой статистики. Да. Потому что, если оно не будет там, то могут на него дать любую Филькину грамму. Что и получается у нас, по сути. Если граждане пишут, сейчас, интересно, да, сейчас Кульгинов пришел, и почему-то, когда я ему тоже сказала, мы писали сюда заявление, неоднократно не только я, несколько граждан написали, нам выдаются талоны, талоны, по сути, получается, все же не проходят нигде. То есть, когда ты начинаешь пробивать их по базе, чтобы понять, кто является исполнителем, ты сталкиваешься с тем, что написано, что по данному талону информации не имеется. Тогда, по сути, зачем вы выдаёте талоны в систему? Мы же должны видеть исполнителя, и должны сроки видеть по исполнению. Но этого мы не видим, потому что странно, да, и через какое-то время, сейчас даже через ЕГОФ не выходит вот этот комитет промоевых статистики. То есть, для хорошей статистики мы просто убираем саму кордон. Понимаете? То есть, через, казалось бы, вот такой вот личный вопрос, он раскрывает... Все. Да, 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 всей системы. Во-первых, это бездействие со стороны всех выше указанных органов. То есть, вот эти, как я уже сказала, да, КНБ, которое внутри должно рассматривать. Должностное лицо нарушило нормы уголовных статей. Понимаете? У нас за мирные пикеты пытаются сажать. Штрафуют и всё прочее. А у нас, когда должностное лицо... Так что вы думаете? В тот момент, когда я пожаловалась на Атметова, его просто назначили руководителем другого управления. Расформировали это, а его назначили руководителем управления строительства и жилищной политики. Вместо привлечения к ответственности мы просто назначаем его на должность. И теперь они так и говорят. А нет уже того управления жильем. То есть, нет управления, нет и ответственности. Соответственно, я продолжала настаивать, настаивать. На сегодня, как последнюю, я знаю информацию, что он вроде как сейчас на него с него ходит и говорят, но он же сейчас не работает. Это всё временное явление. Они думают, вот когда всё затихнет, он всё равно всплывёт на какой-нибудь очередной там должности или ещё что-то. Как правило, у нас бывает, к сожалению. Вот поэтому я, исчерпав все уже методы обращения во все возможные госорганы, решила, что мне только остаётся выходить уже с одиночными пикетами и требовать исполнения судебного решения. Поэтому с моей стороны и нарушений каких бы то ни было, я даже сразу предупредила. Вы можете сейчас вот этот типовой договор, который вы хотите подписать с женщиной, предоставить на обозрение, пожалуйста, насколько оно законно? Нам нужно сейчас. А вы попросите сфотографировать и выслать вот сюда. Покажите. Типовой же договор? Так нет, сфотографируйте, покажите. Мы подождём здесь? Да. Мы подождём здесь? Мы можем вместе с ним поехать и посмотреть, хорошо? Куда ехать? Нет, нет, нет. Они же обманываются. Нет, на Достык-13. Там все материалы. Почему же на Достык-13, сколько приходило, вы всегда берёте на Ход Парбаева? Нет. Вы здесь со мной, с какого времени? Мы здесь с вами где-то часов 5 на кухне. За 5 часов нужно было привезти и сюда. Это вам просто я сказал. Давайте вместе с ним. Есть рабочие? Может быть и Кульгиново дождёмся, когда у него рабочий день закончится? Давайте. Мне торопиться некуда. Мы не отказались. Вы попросите с оговорня, вы уже не исполняющие обязанности, попросите, чтобы вам привезли сюда. Мы можем приехать туда, знакомиться с тем материалом. И многие как раз смогут ознакомиться, насколько ваши слова соответствуют действительности. Мы можем приехать, и поднять полностью. А, почему я вынуждена вновь, теперь вот теперь, я им говорила, я не знала, но они подали на меня снова в суд. То есть, вместо исполнения судебного одного решения, они подумали, зачем исполнять? Через полтора года давайте мы снова... Это вообще беззаконие! Как они могут к вам так относиться? Это же вообще страшно! Во сколько деток? Трое. У вас есть защитник, муж, супруг, друг, брат? Нет, 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 суть важна. Здесь вот я говорю, я не ставлю, почему именно в этом. Я сама уже юридически подковалась так, чтобы эти нарушения я выявила самостоятельно. Поэтому, когда меня не выселили, там и другие граждане, когда они сказали, а на каком основании, я сказала, потому что никто так доверенно всех не разбирался, как это сделала она. Вот и все. Понимаете? Поэтому я всегда еще раз хочу, как посыл нашим гражданам сказать, когда вас пытаются выселить, обязательно смотрите, кто представляет, какие полномочия, чтобы один в один все соответствовал, какие выдал Аким полномочия, чтобы такие же, исходя из этих полномочий, а потом уже доказывать, насколько это законно-незаконное действие. Понимаете? А на мой взгляд, я считаю, что в отношении Ахметова должны были провести именно действительно служебное расследование с привлечением его засадейных, предусмотренных законным ответственностью. Более того, я вам скажу, у меня здесь есть письмо, которое я написала Тукаеву еще 17 июля прошлого года, в котором я уже, будучи ознакомлена с материалами дела, мы можем с вами пройти. Пойдемте. Вы можете пока эту аудиторию ознакомить с материалами дела? Я узнаю насчет Жигалов-4. Хорошо. А, вы прямой эфир ведете? Хорошо. Вы знаете, для меня очень странно вот что. Значит, по поводу Тукаева я еще вернусь к вам. А, вот-вот. Вот у меня есть письмо, написанное мной Касымжомарту Кемелевичу еще в 2000... Сейчас я вам скажу. 17 июля 2019 года, которым я вот здесь вот пишу тоже. Я уличила, что в 17-м году Ахметова в служебном подлоге рассказала о том, что каким-то странным образом в ходе ознакомлений с материалами дела граждан, получивших жилье, ставшие 12-м, 13-м, 14-м, 15-м году, мы обнаружили следующие факты, что все они относятся к категории государственные служащие, бюджетные работники, военные. Несмотря на то, что приватизация по остаточной стоимости регулируется статьями 101-109, эти граждане получили квартиры на безвозмездной основе. При этом в материалах дела отсутствуют такие документы, как адресные справки на заявителей его членов семьи, справки об отсутствии жилья на праве собственности как у нанимателей, так и его членов семьи. Служебное жилье, которое им представлялось от организации, представлялось без оплаты аренды, хотя с категории социально уязвимой организации предоставлялось без оплаты. Акиматы управления жилья давно выдают квартиры в наим только с арендной платы. Более того, у некоторых граждан в материалах дела при заключении договора на безвозмездной основе указаны некие заявления об отказе от квартир по государственной программе, которая была в 2008-2010 году. Выходит так, что некоторые из них проживали в квартирах, которые они взяли по государственной программе 2005-2007, 2008-2010. Плюс им предоставили в наим квартиры от государственного учреждения без оплаты и аренды, когда они писали заявление на безвозмездную приватизацию в 2017 году. Они отказывались от своих квартир, полученных по госпрограммам. На каком основании такие явления имеют место быть. Также в договорах о безвозмездной и возмездной приватизации, которыми мы ознакомились, вместо подписи руководителя Ахмедова Руслана Манжолыча везде стоят чужие подписи, даже без ремарок о том, что подписывает зам или еще кто-то. С какой спрашивается целью не нести ответственность? Более того, квартиры по остаточной стоимости уходили на безвозмездной, так и на возмездной сумме в рассрочку, без рассрочки по низерным ценам от полутора миллиона до четырех миллионов тенге. И это я вам могу сказать, что в столице, в Астане, почему-то вот такие на безвозмездной основе квартиры передавались от полутора до четырех миллионов тенге. Даже встречались такие квартиры, стоимость которых составляла от 23 миллионов и выше. Также уходили на безвозмездной основе. Не является ли это разбазариванием государственного жилищного фонда? В некоторых случаях, предоставленных материалов, удостоверений по Семипалатинскому, вызывают сомнения в их подлинности, так как выданы они в Астане 2017-2018 года. При этом отсутствуют информационные дубликаты. Также в материалах дела этих граждан отсутствовали все необходимые документы, адресные справки на всех членов семьи. То есть по всем этим эпизодам возможно имеются по всем этим эпизодам возможно имеются другие. Необходимо провести и тщательно изучить с компетентными органами. В случае нарушения законности привлекать виновных к ответственности. Об этом я написала, как еще раз сказала, Касанжумарту Кемелевичу 17 июля 2019 года. Приложила сюда заявление на имя Ахметова. Заявление от 8 февраля. Дополнение. Ответ из АДГСПК. Исполнитель был Гречко, руководитель Кабдула. И тоже пишу, говорю о том, что меня как гражданина Казахстан возмущает наличие различных органов, которые я недократно обращалась с жалобами на преступные деяния должностного лица, которые не принимают мер в отношении нарушителей. Демонстрируют тот факт, что не все равны перед законом. Или закон у нас не для всех. Я гражданин своей страны. Но это не суть. Важно уже. Так. Далее. Еще, что мне хотелось бы сделать для общественности и донести, это вот этот вопрос, который они все время говорят, что вот, дескать, у нас много там, 45 тысяч человек стоит на учете там нуждающихся или еще что-то. на самом деле, когда-то я находилась в составе рабочей группы, которая делала анализ для группы, для министерства. И вот, вы можете тоже с ним ознакомиться, 3w.stat.kz. Есть такая очень замечательная информация. Вот, например, мы ознакомимся с данными Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года, в которой сказано, что о вводе в эксплуатацию жилья Республики Казахстан. Значит, в январе-декабре 2014 года на строительство жилья было направлено 613,6 млрд. тенге, что на 18,1% больше, чем в 2013 году. Из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию индивидуальных... Прислушайтесь, пожалуйста, обязательно к этим цифрам. Из общества количество жилых зданий введено в эксплуатацию индивидуальных домов 25 747, многоквартирных 569. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра жилья в многоквартирных домах в январе-декабре 2014 года составили 108,4 тысячи тенге. В жилых домах, построенных населением 58,8. В январе-декабре 2014 года введено в эксплуатацию 607,4 тысячи квадратных метров арендного жилья, кредитного 593,9 квадратных метров. То есть, получается, здесь у нас идет с разбивкой в эксплуатацию жилья по Республике Казахстан, начиная с Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атыраусской, Западно-Казахстанской области, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Казалардинской, Мангостаусской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, города Астаны и Алмата. Вот посмотрите, сколько это общая площадь в квадратных метрах. Видите, да? 1 миллион 206 тысяч 387 квадратных метров по Астане. По Алматы 1 миллион 330 тысяч. Ну, это я просто исходя из крупных городов. Остальное вот для вашего ознакомления показываю вам. Значит, далее смотрим по результатам 2017 года. Тоже замечательные циферки. Значит, официальный сайт, можете посмотреть. Теперь смотрим. Значит, в январе-декабре 2017 года на строительство жилья было направлено 979,8 миллиардов тенге, что на 11,6% больше, чем в 2016 году. Из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию индивидуальных домов 26 548, многоквартирных – 1203. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра площади жилых зданий в январе-декабре 2017 года составили 109,2 тысячи тенге. В жилых домах, построенных индивидуальными застройщиками, 75 и 7 тысяч тенге. Вот здесь вы тоже можете ознакомиться с статистикой данных в эксплуатацию квадратных метров. И опять же, обращаем внимание, что большая часть, скажем, в квадратных метрах, а это порядка 2 359 666 тенге квадратных метров, это сдалось только по Астане. Когда возникает вопрос, излюбленный ими, постоянно, когда они любят говорить, вот у нас, дескать, 45 тысяч на сегодня состоит на учете нуждающихся. Вот посмотрите, только за январь месяц 2017 года было выделено, только за январь месяц 2017 года, там мы общую цифру смотрели, 900, так, сейчас скажу, 979, да, вот за январь месяц только было выделено 59 миллиардов тенге. Вот, но могу вам сказать, дальше у меня здесь нет этой статистики, но я помню хорошо эти цифры. За 2018 год было выделено порядка 300, о, 1 триллион 162 миллиарда, а по состоянию, так как мы это, я в феврале делала, или в марте делала этот анализ, то получилось, что по состоянию на январь 2019 года, только за январь были предоставлены порядка 66 миллиардов тенге. Вот, по поводу, значит, моего обращения, значит, когда я жаловалась на Ахметова, вот они пишут, что мы провели, что по результатам нарушений норм действующего законодательства, говорит, не установлено. Больше того, вам скажу, что моя жалоба на действия Ахметова, которым я сказала, что его нарушения в части уголовных норм заключаются в том, что он превысил, злоупотребил должностные полномочия и совершил служебный подлог в части подложных, это, то есть, служебная доверенность, да, по которым он выселял граждан. Вот теперь почитаем шикарный ответ из Агентства по противодействию коррупции, который они удосужились мне предоставить гораздо позже. Вот, что мы здесь видим. Значит, вот, что я просила, да? Привлечь к предусмотренной законом уголовной ответственности группу лиц руководителя управления жилья Ахметова, руководителя юридического отдела ГУ управления жилья Нурмахамбетова, юристу управления жилья Мукушева, юриста Имашева, обеспечить требования закона РК государственной правовой статистики и специального учета о порядке рассмотрения заявлений граждан физических и юридических лиц. Вот, после этого, значит, то есть я пишу, да, вместо того, чтобы отстранить от занимаемой должности, умудрились еще и повысить. Это полный абсурд. В цивилизованной стране он был уже отстранен за содеями, без права занимать должность руководителя государственных учреждений с привлечением к предусмотренной ответственности. Указываю конкретно нормы статей. Потом пишу, что в соответствии с статьей 83 Конституции выявление, пресечение, раскрытие и расследование уголовных правонарушений отнесенных законодательствами в ведении национальной безопасности об органах национальной безопасности. То есть, если вы сейчас увидите, я это письмо написала во все госорганы. Вот они. Вот они, красавцы. И вот так вот у нас получается после вот этих моих писем значит, оказывается, они дали этот ответ якобы 4 мая 2018 года, в котором они вот что говорят. Значит, обращение по фактам неправомерных действий руководства здесь просто разговаривают, поэтому я вынуждена вот здесь сюда перенести. Обращение по фактам неправомерных действий руководством управления жилья города Астаны выразившее выдачу подложных доверенностей по изъятию земельных участков для государственных нужд рассмотрено. Проведенной проверкой уполномоченным органам аппарата Макима города Астаны нарушение норм действующего законодательства. А вот, что самое интересное, вот. То есть якобы его нарушение выразилось в выдаче подложных доверенностей по изъятию земельных участков. А может быть и оно есть, но я в них не писала. Для государственных нужд, говорит, и рассмотрено. Пишет, значит, проведенной проверкой уполномоченным. То есть я жалуюсь на действия Акимата, сам Акимат себя же проверяет. Естественно, значит, нарушений норм действующего законодательства, какого законодательства я так и не поняла, влекущих уголовную ответственность не установлены. В связи с чем оснований для осуществления досудебного производства не имеется. Вот. А, и пишет о том, что, кроме того, в настоящее время имеются спорные взаимоотношения, вытекающие из земельных правоотношений и являются предметом спора в Есильском районном суде. То есть АДГСПК заведомо вводит в заблуждение, выдавая такие ответы про какие-то земельные участки, причем пытаются неоднократно это повторять. Вот. Но это, конечно, полный абсурд, глупость о том, что они пишут якобы о каких-то земельных участках. Вот. Более того, значит, вот здесь вот у меня, сейчас я вам покажу, есть замечательный документ, в котором Руслан Аманжулович Вот, кстати, ордера, которые нам выдавали. И согласно этим ордерам. Вот. Ахметов когда-то, когда подавал в суд о моем выселении и моих детей, он руководствовался вот этими нормами, плюс еще просил, чтобы, значит, здесь отменяли некие постановления в части заключения со мной договорных отношений и предоставления жилья. По этим вопросам я обратилась в юстицию в 2015 году, вот как вы это вот видите. Я задала им вопрос, в котором просила, имеете ли юридическую силу приказ Министерства финансов, на основании которого мы обязаны были платить арендную плату. Вот. А также... Соломаться. У нас же она не была. А, давно она сейчас пришла. Вот я с нее телефона веду... Нет, не приговор. Я так поняла, она ведет этот прямой эфир, да. Вот, значит, здесь вот идет приказ Министерства, он у них на регистрации не значится. А также, значит, в Министерство обратилось в Департамент юстиции, в котором выяснилось, что те постановления, которые вот он пытался отменить, вот они. Вот, сейчас шире сделаю. Постановление, которое он пытался отменить, вот, от номера 182-149, вот, в части, значит, вот он же пишет, отменить постановление, отменить постановление, видите, в части предоставления жилья, в части заключения договора найма. Он это все просил отменить в 15-м году еще. Но самое интересное и забавное, то, что эти постановления нигде не были зарегистрированы. Вот, кстати, когда была тоже в рабочей группе, я говорила о том, что проблема на сегодня с жильем в Казахстане связана не с отсутствием жилья, так как по разным отчетам, сделанные за все годы на строительство жилья из государственного фонда, выделены десятки, сотни миллиардов тенге и созданы в эксплуатацию миллиона квадратных метров. Именно наличие коррупции в огромных масштабах в данной сфере, отсутствие прозрачности, трагический случай, который произошел в Астане, в котором погибло пятеро девочек, можно было бы избежать, окажи им своевременное содействие, исполнительные органы. Как уже мы знаем, соседка указала на то, что эта женщина обила все пороги. Непозволительно игнорировать обращения граждан. То, что на сегодня люди так остро отреагировали, это является результатом многолетнего равнодушия к нужным гражданам и огромной коррупции при принятии решений, предоставлении или обеспечении граждан жильем. То есть, следуя установленным нормам законов РК, а также Конституции, можно решить все проблемы в ближайшее время. Об этом я еще говорила членам рабочей группы с участием профильных министерств.